Здравствуйте! Очередная передача из цикла «От вятичей до москвичей», в котором мы рассказываем об истории Москвы, об истории русского языка в том числе. И здесь не случайно мы выбрали в качестве заголовка, обозначили тему Третьим Римом. Номенитое высказывание о том, что Первый Рим пал и Второй, а Третий Рим стоит и Четвертому не бывает. Так вот, эти слова имеют непосредственное отношение к Москве, к Москве XV века. Москва XV века – это действительно город, который виден отовсюду за десяток верст, который восхищает всех, кто приближается к нему, восхищает своей возвышенностью и красотой, сиянием золоченых куполов и блеском своих башен. Кремль, вот как он выглядит сейчас, вот в своих нынешних пределах, Москва, вот как она представляется всем людям до сегодняшнего дня, возникла при Дмитрии Донском, который, собственно, и возвел из известняка стены. Это произошло в 60-х годах, вот между 1366 и 1368 годами. Ну, а затем на протяжении полутора сотен лет потихоньку складывалась вот эта традиция возведения зданий из белого камня, которые добывались первоначально в подмосковных карьерах. И вот эта традиция строительства зданий из белого камня восходит еще к XI-XII векам, когда на берегу Москвы реки были открыты каменоломни, и тогда-то был, в начале XV века, он стоит до сих пор, был построен знаменитый Спасский собор в Андрониковом монастыре. Вот там, на левом берегу Москвы реки, собственно, и находились самые первые каменоломни, где добывался белый камень для строительства Москвы. Вот напомню, что этот Спасский собор в Андрониковом монастыре сохранился до сих пор. Ну, а если мы обратимся вот к началу века XV, к рубежу XIV и XV веков, то мы увидим Москву, которая формально еще находится под игом Золотой Орды. И, несмотря на то, что в 1480 году уже состоялось знаменитое стояние на Угре, но еще пока что официально Москва эта игра не сбросила. Напомню, что в 1395 году уже, когда Тамерлан дошел до Ельца, он все-таки не рискнул двигаться дальше на Москву. Именно вот в ту эпоху начинается освобождение, высвобождение московского государства от власти, всевластия Золотой Орды. С переменным успехом, безусловно. Напомню победу на Куликовом поле 8 сентября 1380 года, которая, на самом деле, была подготовлена уже всем предыдущим ростом патриотического самосознания граждан России, граждан Москвы. Безусловно, это ознаменовало определенный перелом не только в политических отношениях между Москвой и Золотой Ордой, но и перелом в умах, что и определило в дальнейшем жизнь России на протяжении двух столетий. Хотя спустя некоторое время, спустя столетия, мама и ворвался в неприступный Кремль. Да, он разграбил Москву, но это были как бы единичные эпизоды в военных взаимоотношениях, в военном противопостоянии Москвы и Золотой Орды, которые уже не могли изменить общий ход истории. В скором будущем, на самом деле, вместо вот этого Золотарбинского ига последует присоединение к Москве Казанского и Астраханского царств. Ну а вот для московского государства, на самом деле, все-таки основным переломным моментом, точкой отсчета, стала победа на Куликовом поле. И вот возведение белокаменного Кремля при Дмитрии Донском, и возведение островерхних царских теремов, это все вот в архитектуре стало тоже провозвестником глобальных изменений, которые ожидали московское государство в XIV-XV веках. Ну а вот к концу XV века стены Кремля уже обретут практически нынешний вид, то есть они будут сложены из красного кирпича. И в конце XV века уже начнется грандиозное строительство, хотя оно заняло без малого еще 200-300 лет. Недаром говорится в мудрости народной, что Москва действительно не сразу строит. Ну а каковы были взаимоотношения между центром и периферией? Ведь Москва, так исторически произошло, стала в какой-то момент центром огромного пространства географического, социального, хозяйственного и духовного, культурного. И языкового в том числе. Потому что Москва за счет своего срединного положения, очень удобного географического положения, удобного в плане политическом, экономическом, торговом, оказалась на перепути так называемых северных и южных говоров, то есть на стыке северо-южных русских говоров. И она их смогла сплавить в едином московском говоре, облагородить за счет приобщения к литературной традиции. Ну и, соответственно, литературная традиция в дальнейшем явилась основанием нормы. Ну а затем пошел обратный процесс. Москва смогла передать эту норму всей остальной стране. То есть Москва недаром считалась и считается объединительницей и собирательницей не только земель русских, но и русского языка. Это уже ощущали и наши с вами предки, когда на торговых сходках, на ярмарках могли общаться между собой. Вот уже на таких ярмарках, пока близлежащих к Москве, откуда везлись товары, и постепенно в 15 веке выкристаллизовывается начало национального мышления, национальной гордости. Вот тогда-то и появляется в русском языке знаменитая формула Москва, Третий Рим, а Четвертому не бывать. Ну и даже несмотря на то, что Москва не является пока что столицей государства российского, нет еще и в помине государства российского, просто-напросто Москва еще только стольный град княжества московского, но Москва уже в 15, в конце 14 и в 15 веке уже властвует над своими соплеменниками. И княжество московское неудержимо возвышается, и это дает основание московским князьям присвоить себе титул великого и называться уже великим всея Руси. Москва становится постепенно, в конце 14, в 15 веке, о котором мы говорим, постепенно становится средоточием общих интересов, интересов, связанных с консолидацией великорусской военной силы и консолидацией власти. И Москва становится таким образом признанным лидером в объединении земель русских, объединению тех самых маломощных княжеств, которые группировались в 15 веке уже вокруг Москвы. И в ней, в Москве, в ту эпоху уже начинают усматривать хранительницу национального достоинства. Именно Москве удалось пробудить, как мы помним, самосознание русского народа и возвеличить роль русской народности. Это происходило, напомню, по всем абсолютно направлениям. И в области архитектуры, градостроения, вот еще раз давайте вспомним о том, что Кремль 15 века уже территориально не мог вместить всех бояр и все узнать, не говоря уже о посадских людях, а приток народа все время увеличивался. Поэтому уже богатые люди потихоньку в 15 веке начинают свое строительство на так называемом Великом Посаде, позже известном под названием Зарядье. Ремесленникам уже приходится переселяться за такие речки, как Неглинка, как Яуза и, собственно, за Москвареку. Вот только, пожалуй, сапожники и мастера тонкой резьбы до 17 века остаются вот на этой берегу Москвы-реки. В 15 веке посад обносят земляным валом, который затем укрепят, и назовут Китай городом от слова «Кита», то есть так назывались связки жердей, которые клались в основу земляного вала. Вот отсюда название этой части, исторической части Москвы. А вот московские летописи неоднократно из той эпохи упоминают о проснувшейся гордыне богатых купцов, которые уже тогда замышляли и частично осуществляли свои дерзкие замыслы, а именно строить себе дома, как на Руси принято было строить тогда только храмы, княжьи-хоромы, а именно себе строить палаты из камня. Вот так это звучит в одной из летописей. «Таракан-купец, заложи себе палаты кирпичны в ограде Москве». Эти палаты на самом деле до сих пор сохранились. Не только насаждаются общие принятые нормы в строительстве, в архитектуре, в быте, но Москва потихоньку насаждает повсюду нормы общегосударственной письменности своих правительственных учреждений. То есть Москва является не без основания законодательницей во всем, в том числе и в языке. И язык становится, московский говор становится обязательным даже в бытовом общении. Но, безусловно, речь самих москвичей в ту эпоху очень сильно зависела от окружающей среды, потому что в столицу в те времена стекаются лучшие умы самых разных областей. И вот в этом котле как бы перекипают разные говоры, разные диалекты людей, пришедших из разных областей Великой России. Вот здесь как бы варятся, метафорически, если можно сказать, разные местные областные речевые навыки и выплавляются новые общие уже не только для Москвы, но и для близлежащих регионов. Но, естественно, не все так гладко происходит в истории, потому что приезжают и люди из заграницы, из Византии, носители византийской греческой культуры. И вот с ростом грамотности, с ростом числа образованных людей появляются, естественно, в Москве и предметы, обеспечивающие грамотность, в том числе и бумага. Вот бумага появляется и получает все большее распространение вместо дорогого пергамента или бы ненадежной бересты. Соответственно, с импортом бумаги и книги становятся более дешевыми. Москва в 15 веке – это главный закупщик итальянской бумаги. И вот эти закупки не прекратятся из Англии и из Италии, даже тогда, когда в Москве будет свое собственно налаженное бумажное производство. Но книги стали доступнее на самом деле, не только потому, что появилась бумага, но и потому, что вместо медлительного устава, которым до 15 века в основном переписывались книги, в обиход вводится так называемый полуустав, который действительно, на первый взгляд, менее красив, но он более удобен. И им можно быстрее переписывать книги. Вот, как бы, с одной стороны, такие положительные влияния западной и восточно-византийской цивилизации на Московию. А с другой стороны, вот такие переселения, связанные с привнесением западной и византийской культуры, приводят к обострению культурных противоречий внутри Москвы. И здесь вот основное противоречие оказалось опять связанным с явлением двуязычия. То есть устная речь, живая речь и книжный церковно-славянский язык. Напомню, что никонианство и старообрядчество, основные религиозно-политические драмы той эпохи, они выражались в том числе и на языковом уровне. Это эпоха, так называемая эпоха правки книг, эпоха новых переводов. И дело здесь было связано с тем, что, безусловно, за века переписывания переводов священных книг в русской культуре накапливается разнобой, пестрота, разночтение, отступление от, как предполагалось, первичных, подлинных первоисточников. И вот Москва в этот момент, почувствовав себя во главе не только земель русских, но и приняв на себя функции Третьего Рима, Москва взяла на себя достаточно нелёгкую обязанность, а именно восстановить чистоту древнерусского наследства во всём, в том числе и в языке. Естественно, что самый простой путь к восстановлению своей древней истории в её первоначальном виде связывался с восстановлением языка, потому что считалось, что для восстановления истинной истории может пригодиться и может использоваться только истинно святой первозданный язык, чистокровный. А вот то, что сейчас можно было слышать на улицах, это, безусловно, язык испорченный. Люди забыли истинный русский язык. И только вот переселенцы с юга, из Византии, только они, богословы, пришедшие из Константинополя, они могут восстановить истинное значение священных текстов. И в Москве вспыхивает в XV веке страсть к архаике, к книжности. И начинается эпоха, которую принято называть блеском славянщизны. Вот эта эпоха очень повлияла на грамотность москвичей, на весь русский язык и на речевые навыки не только москвичей, но и центральной России в конце XIV-XV веке. Вот несколько примеров, которые я хочу вам привести. На письме восстанавливается, уже казалось бы, вообще забытый, утраченный, еще в XII веке, так называемый юз большой. Причем, как писали в те времена, красоты ради, а не истины. Потому что вот эта буква, юз большой, на самом деле, в XI веке, обозначала некий носовой звук, который к XIV-XV веку уже совпал с У. И поэтому на Руси уже писали так реально, как произносилось в жизни. Ну а теперь стараниями литераторов и людей, связанных с образованием, возрождается опять старая система письма. Но насколько эта система себя оправдывала, еще в то время подвергалась на самом деле сомнению. Уже в то время говорили, часто осуждающие, о моде, которая появилась на Москве, о моде на слог изукрашенный, пышно-риторический, который получил название извития. Или еще бытовало такое обозначение вот той ситуации в Москве, которая обозначалась как плетение словес. И на самом деле вот это якобы возвращение к старым истокам было во многом искусственно. Потому что то плетение словес, которое практиковали книжники в Москве XV века, превосходило своей изощренностью на самом деле даже древнерусскую литературную манеру. И книжники на Москве начали даже соревноваться друг с другом вот в этом словесном витействе и в торжественных излияниях чувств. Вот тогда были изобретены такие слова, искусственные слова, вроде вертоград, значение сад. Вот тогда появляются такие синонимы, метафоры, очень цветистые сравнения и эпитеты в русском языке, как агнезарный, долготерпивый, златоструйный, храбросердный и так далее. Потом это все каким-то образом всплывет в поэзии рубежа XIX и XX веков. Так что в чем-то процессы, происходящие в обществе, в стране, в политике, в языке, повторяются на разных уровнях, в разные эпохи, отражая, наверное, в чем-то сходные ситуации, которые складываются в той или иной стране, в том или ином государстве. Вот такой переходный XV век, таким же был, наверное, переходным и рубеж XIX и XX веков. И о чем это свидетельствует? Вот такое сравнение века XV и начала XX века. Наверное, все-таки о том, что когда не знают меры, это всегда плохо. И нужно предъявлять претензии не к нижнему языку, а вот к тем попыткам излишнего смешения традиций не, собственно, русских со своими родными русскими. Но вот то, что мы сейчас видим на примере обильного заимствования в русский язык иностранных, прежде всего, англоязычных слов. То есть не сам процесс плох, а процесс заимствования, как показывает вся история русской культуры, русского языка, неизбежен. Но всегда нужно знать мир. И вот не случайно я сейчас упомянул о заимствованиях. Дело в том, что в указе 1675 года было велено, разрешено писать в приказных бумагах слова так, как произносятся. То есть вот этим указом на самом деле был положен некий предел, некая мера восстановлению книжного языка, который по замыслу ученых, людей 15 века в лучшем виде должен был соответствовать предназначению Москвы как Третьего Рима. При этом, напомню, это плетение словес, как мы видели на конкретных примерах, иногда превышало всякие разумные языковые мерки. Но мысль книжников 15 века обращалась, и в этом было ее положительное значение для развития духовной культуры Москвы той эпохи. Вот мысль, обнешненная именно в таком странном восприятии, непривычном восприятии книжного языка, она была ориентирована на русскую античность, скажем так, на времена до монгольского ига, до монгольских столетий. Задача формулировалась на самом деле достаточно просто, она и до сих пор формулируется точно так же. Нужно попытаться познать прошлое, чтобы знать, чем нация, народ, этнос может гордиться, и это нужно знать тем, чтобы не повторять ошибок. И в истории пытаются в 15 веке найти ключ к единству и независимости страны. Вот подходы, которые бы обеспечили независимость страны. Изучение прошлого, своего собственного прошлого, оно должно было по замыслу ученых людей 15 века на Москве послужить подъему культуры, подъему языка, подъему живописи, подъему архитектуры. Ну а этим настроением, безусловно, помогают настроения с Балкан. Там, оттуда, с Балкан, вот с этой территории, которая является первичной наследницей Византии, византийской и античной греческой культуры, приходят на Москву переводы, новые переводы, подчеркиваю, с греческого, приходят новые книги, приходит творчество Феофана Грека. Отсюда берет свое начало уже творчество Андрея Рублева и Данилы Черного. Это происходит на самом деле еще и потому, что в самой русско-отечественной традиции есть опыт собирания своих собственных старых былин, фольклорных произведений, не только собирания, но и сохранения, и книжной обработки. Так на Москве в 15 веке в обращении было собрание великолепных былин о Владимире Красное Солнышко, в которой, собственно, и в этом цикле былин, и было сосредоточено все то положительное, на что ориентировалась духовная культура той эпохи. Именно таким настроением и способствовала языковая мода 15 века, с которой мы начали свой рассказ. Вот эта пышная, запутанная манера речи, которая практиковалась книжниками, которую мы назвали плетением словес, вызывает в человеке чисто эмоциональное восхищение перед блеском, перед великолепием русского слов. Вот один пример из бахваления Стефану Пермскому, житие которого было записано монахом Епифанием. Вот так звучит фрагмент этого жития. Бесом проклинатель, идолом препиратель, мудрости рачитель, правде творитель, хотящийся человеки спасти. На самом деле, вот в таких житийных повествованиях мы не найдем, конечно, ни словечко о характере человека, о каких-то конкретных делах, о внешности епископа. Хотя известно, что его основная заслуга состоит именно в том, что он создал азбуку для пермских язычников. И затем, вот на базе этой азбуки, и были переведены основные священные книги. Но не это главное для литератора XV века. Самое главное для него – это поразить воображение, даже, скорее, не воображение, а слух слушающего. Потому что, напомню, книги в те времена не читались про себя. Они читались только вслух. Вот этот прием или навык чтения про себя, он достаточно поздно возникает в европейской культуре, а на самом деле в конце XIX века. Еще в середине XIX века книги читались исключительно вслух, не говоря уже о веке XV. Итак, вот вся эта литература, это надо помнить, она была ориентирована на звуковое воспроизведение, то есть на чтение вслух. То есть человек, который читал книгу, он читал не глазами, он слышал эту книгу ушами. Вот отсюда такие места, которые, безусловно, должны были вызвать на слух восхищение своей битиеватой изящностью слога. Ащебо и многоажды восхотел бых и заставили беседу, но обаче любо его лечет мя на похваление и на плетение словес. Вот откуда, собственно, и термин плетение словес. То есть сами книжники отдавали себе отчет в том, что они делают. И они считали, что выражаться нужно действительно возвышенно, в соответствии с темой. Нужно чураться, как писали в то время, реальных действий, обиходных, обыденных слов, которые достаточно низки и поэтому недостойны воспроизведению на слух. Ну и вы со мной согласитесь, что в целом создается некий шумливо-условный эффект при воспроизведении вот этой литературы, этой хвалебной литературы 15 века, когда мы читаем вслух вот, например, такую фразу умом свершен всегда бы ваше, ратным же всегда в браних страшен бы ваше и многие враги, восстающие наны победе. И вот даже о Куликовской битве говорится вот в этих повествованиях 15 века очень кратко и маловразумительно. Вот одна фраза. Вот краткое такое в одну фразу, в одно предложение, описание Куликовской битвы. И вот такие произведения, они действительно создавались в 15 веке для того, чтобы увлечь слушающего. Вот это не конкретика, не конкретика слова, не конкретика плетения словес, как ни странно, увлекает. Непонятно на первый взгляд, что может здесь быть прекрасного в языке, если здесь все достаточно кратко и достаточно ясно. Здесь важно понять то, что в ту эпоху считалось, что не ученость насаждает косноязычие, а ученость и умение, навык плетения словес и есть высшая красота. И не только в языке, но и в жизни. Вот это плетение словес на самом деле уже для человека, который в 19 веке приучился читать про себя, а не вслух, создает некий, как говорил Гоголь, нелепый беспорядок слов, терзающий ухо. Да, вот другая культура, другое отношение к тексту, другое отношение к языку уже привело к тому, что надо было бороться против такого. восприятия книжной учености. Но самое главное, что выносит век 15-й и в чем его вклад в русскую культуру, в том, что он понимает, что язык, книга действует в основном или может, или должна действовать в том числе в основном на эмоции, а не на разум. Безусловно, вы со мной согласитесь, что приятно, именно просто приятно с эмоциональной точки зрения слушать про деяния князя. Вот как это звучит в летописи 15-го века. «Славен град свой Москву стенами чудными огради, и во всем мире славен бысть яку кедр в Ливане и яка финик в древесех процвете». Вот отсюда, вот такого плетения словес, наверное, и проистекает тот факт, что москвичи всегда ценили и помнили добро, которое князья садили их любимому городу Граду. Ну, а дальше нам остается вспомнить, если мы говорим о веке 15-м, вспомнить о том, что век 15-й тоже в чем-то переходный. Переходный в плане экономики, быта, культуры и языка. Здесь я хочу вспомнить еще раз имя протопопа Аввакума. Он по мере сил и возможностей тоже боролся за русскую культуру, за русский язык, за правильную с его точки зрения русскую государственность. Он со своей стороны стремился порвать вот с этим плетением словес. Но это ему было нужно только для того, чтобы наставить, как он считал, на путь истинный царя русского. Самому царю Алексею Михайловичу Аввакум писал, а ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори же своим природным языком, не унижай его и в цверке, и в дому. Вот такое отношение к языку явилось переломным. В том числе такое отношение к языку отразило и отношение к государственности российской, к фигуре царя-батюшки на Руси. Об этом говорят и сказания о Мамаевом побоище, и такое литературное произведение, как повесть о взятии царь Града. Все эти произведения стремятся с одной стороны оживить древние традиции, этого нельзя не заметить в текстах, а с другой стороны они призывают к культурно-хозяйственному расцвету страны за счет двух основных моментов, культурных моментов, за счет централизации власти и грамотности. То есть мы все время в истории Москвы, в истории государства российского, Москвы как части России, возвращаемся к противоборству вот этих двух культурных понятий. Централизация и децентрализация, грамотность и отношение, разное отношение к грамотности на Руси, разное отношение к языку. В 15 веке москвичам удалось переломить в чем-то отношение к языку в свою пользу, и хитроумные москвичи сумели использовать вот это возросшее влияние русского языка, московского говора для выделения и возвеличивания своей московской власти над другими регионами страны. Ну а возвращаясь опять-таки к началу нашей с вами беседы, напомню, что мы постепенно должны будем углубляться в историю и 15-14 века это совсем не начало истории государства московского, потому что для того, чтобы понять основные процессы, которые были нами оговорены в этой лекции, вот то стремление восстановить античное, в кавычках, русское прошлое и вернуться к своему историческому началу заставляет нас, естественно, обратиться к той эпохе, которая предшествовала золотоордынскому игу. Вот о той эпохе мы с вами и поговорим в следующий раз. Всего доброго, до свидания. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ